У делегатов конференции ООН по коренным и малочисленным народам в Крыму отбирают документы. Еще один такой случай описал в своем фейсбуке преподаватель Крымского университета Надир Бекиров. Его также пригласили в Вашингтон, но по дороге с полуострова неизвестные отобрали у него паспорт. Причем сам преподаватель утверждает, что эти люди не скрывали свою принадлежность к российским правоохранительным органам. Еще одно обстоятельство. Получить новые документы в Крыму он теперь не может. Как крымских татар сделать невыездными? Надир Бекиров выходит с нами на связь. Спросим у него, что же случилось и почему он считает, что теперь остался без паспорта вообще. Надир, добрый день. Добрый день. Тут есть неточность. Я не утверждал, что это именно российские правоохранительные органы. Тогда расскажите, как это происходило, чтобы нам понимать, как вы видели эту ситуацию. Что вообще случилось? Я понимаю, что вы, как и многие другие делегаты, приглашенные в Вашингтон, отправились туда добираться из своего дома. Совершенно верно. Я опаздывал на поезд, поэтому договорился прямо по ходу с таксистом, что он меня довезет до следующей станции, опережая поезд. Это Джанкой на севере Симферополя. Где-то километров через 40 после Симферополя нас обогнал мини-автобус без окон. Я имею в виду без боковых окон. Так затормозил, таксист затормозил за ним. И прежде чем я успел его спросить, а что останавливаешься, мы спешим. Из машины, из мини-автобуса выскочило 4 человека в балаклавах, в черных масках с прорезями для глаз. Вообще-то одеты они были по-граждански. Там футболки, джинсовые шорты. Можно вас попросить, извините, чуть-чуть отклониться от камеры, чтобы мы вас получше видели. И трое бросились к моей двери, что-то сначала невразумительно крича, я даже не понял, чего они хотят. Потом стало как бы различаться, вылезай там на землю, туда-сюда. Ну, знаете, у меня большой опыт правозащитника, поэтому первая моя реакция была такая, что это какая-то провокация со стороны каких-то спецслужб, что, собственно говоря, наверное, так бы и подтвердилось. Поэтому я не стал особенно сопротивляться, потому что в таких случаях окажется, что они там мирно ловили рыбу, а ты на них ни с того ни с сего набросился. И то, что они были в масках и так далее, ты потом не докажешь. Окажется, что ты кинулся на полицейских или на кого-то других, поэтому я не сопротивлялся. Все время просил их представиться, потому что по законам России, как и Украины, любой служащий такой, вот спец или полицейский, он должен при общении с гражданином представиться. Сразу четыре их, спокойно, совершенно, как с вами разговариваю. Представьтесь, кто вы, представьтесь, кто вы. Ну, меня, походу, там толкали на землю, свалили, обшарили. И тут же нашли паспорт, потом я заметил, что уже и телефон вытащили. Этот паспорт развернули, посмотрели. А, правильно! И тут же бросились обратно к своей машине и скрылись с места происшествия. Вот. Но я через некоторое время, ну, подъехал к ближайшему севу, там, перезвонил. Полицейские, которые, российские полицейские, которые оформляли ваше заявление в полицию, они вам объяснили, кто были эти люди, что произошло? Нет, ну, в общем-то, логично, что они могли и не знать. Они только принимали заявление и расспрашивали меня. Они не заявляли ничего о том, кто были эти люди. Они спрашивали, в связи с чем это сделано. Понятно, что, как бы, их несколько больше устроило, что у меня взяли телефон, потому что это может выглядеть как грабеж. Хотя я категорически наставил, что весь смысл нападения был в том, чтобы отнять паспорт. А в чем был смысл, кстати, нападения? Вот у вас отобрали паспорт. У вас был паспорт России или Украины? У меня украинский внутренний паспорт. Это означает, что с территории Крыма я не могу уехать ни на территорию континентальной Украины, пересечь вот эту границу между Крымом и Украиной, ни даже выехать на территорию России, потому что на Керченском канале на переправе тоже проверяют паспорт. Вы заперты без паспорта на территории Крыма, как просто человек, который не имеет возможности пересечь никакую из границ полуострова? Ну, это полу, так сказать, истории. Потом уже начнется, ну, как везде. Что бы ты ни делал, нужно предъявлять паспорт. А поменять паспорт на российский, получить российский паспорт вы можете? Ну, я тоже еще не знаю этого, потому что первое, что требует при получении российского паспорта, это какое-то удостоверение личности. Ну, это так красиво говорится. На самом деле, просто украинский паспорт, чтобы ты показал. А украинский паспорт восстановить вы можете? Тоже, скорее всего, нет, потому что для этого я должен выехать на территорию Украины и обратиться к украинским властям. Тогда давайте пофантазируем. У вас есть какое-то представление о том, кто у вас этот паспорт мог отобрать и, главное, зачем? Ну, в общем-то, наибольшая вероятность, что это какие-то силы, причастные к России. Почему? Потому что буквально через день-два после этого я из разных источников, интернет-источников, стал получать сообщение, что 8 делегатов от коренных народов России, которые тоже собирались в Нью-Йорк, были остановлены Федеральные службы безопасности или пограничные службы России. Это было в Москве, это было в Мурманске и так далее, где там официально представлялись, отнимали у них документы, рвали там какие-то страницы, потом говорили, что по негодному документу нельзя проехать. Мне никто не представлялся, поэтому я не могу категорически это утверждать, но, во всяком случае, я девятый из восьми таких вот происшествий там, где официально представлялись какие-то спецслужбы России. Почему спецслужбы или какие-то силы в России так пугают, что представители коренных и малых народов, приглашенные на конференцию в Вашингтон, могут туда доехать? Почему эти командировки, это выступление фактически сорвали? Как вам кажется? Во-первых, не сорвали, потому что известие об этом дошло до Нью-Йорк, потом есть там другие делегаты, потом есть современные средства связи, которые позволяют довести свою точку зрения там. Тогда в чем же смысл? Ну, я не знаю, наверное, это вопрос к ним. Но смысл в том, чтобы, как я вижу, в том, чтобы запугать, больше запугать этих людей, сковать их, так сказать, волей, и показать другим, чтобы неповадно было. Хотя, в принципе, опять-таки, я не вижу ничего страшного для самой России в том, чтобы представители коренных народов принимали участие в международных формах. Это десятилетиями происходило. И ничего так критически не изменилось, чтобы из-за этого так паниковать и так предпринимать такие внезаконные меры. Может быть, вы готовили какое-нибудь неприятное выступление о правах крымских татар и тем самым могли опорочить честь Российской Федерации? Давайте уж говорить откровенно, Надир. Послушайте, я должен кое-что добавить еще, потому что это важно. Дело в том, что у меня вот сейчас в руках документ, он есть в открытом доступе. Это письмо президента Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций, не путайте с генеральным секретарем Джона Эши, главным миссий постоянных при ООН. И, в частности, это письмо посвящено тому, что есть список организаций приглашенных коренных народов для участия вот в этой самой Всемирной конференции Генеральной Ассамблеи. Давайте лучше опустите его, не очень хорошо видно. Организации списков, в частности против моей, есть двойная звездочка, где говорится, что какое-то государство, член ООН, возражало против участия этой организации. Мне кажется, что если, а это открытый документ, он есть в интернете, мне кажется, что если ООН захотела бы проверить, кто организовывался нападение, должно было бы посмотреть, какие государства, здесь непонятно из этого списка. Есть указание, что есть возражения, а кто не указано. Поэтому можно проверить, какое государство возражало, и оно будет самым вероятным виновником. К сожалению, я не могу обойти вниманием и Украину, потому что после этого инцидента через два дня министр иностранных дел Украины Клинкин публично заявил их в Твиттере, там еще где-то, в всяких конференциях, что российские власти отнимают паспорта у членов Межлиса, которые едут на эту конференцию. Дело в том, что я не член Межлиса. Но Павел Клинкин не проверил информацию. Я не знаю, на уровне министра иностранных дел такую непроверенную информацию давать нельзя, тем более, что потом он делал выводы. Но все равно члены Межлиса туда едут, это те, которые находятся на территории Украины. Поэтому, в общем-то, Украина ведет себя при такой путанице тоже достаточно сомнительно и определенные сомнения. Надир, если можно, вот тезисно, что бы вы хотели рассказать, что бы вы могли рассказать в ООН? Я могу рассказать главное, что до сих пор крымские татары в России, которые осуществляют власть на территории Крыма, не признаны народом, не признаны коренным народом. И права крымских татар в этом смысле, как народу в целом, отвергаются и ущемляются. Вслед за этим идет масса ущемления индивидуальных прав. Это и право на образование, потому что были снова большие проблемы с открытием крымсо-татарских классов, использованием крымсо-татарского языка. Готовятся законы Республики Крым о языке, об образовании, которые, несмотря на то, что крымсо-татарский язык записан в качестве одного из государственных, наряду с русским и украинским, де-факто в подконституционных актах сводятся на ноль, потому что все делается в разрешительном и заявительном порядке, в отличие от русского языка. Есть большие проблемы с тем, что в отношении крымских татар, как частных лиц, так и учебных заведений, стали проводиться обыски, которые напоминают не столько обыски, сколько погромы, по подозрению то ли в экстремизме, то ли в чем. Эти люди жили и существовали, в том числе в Украине, такого рода претензий к ним не было, потому что, скажем, если в исламском экстремизме, к примеру, как это формулируется, то это должно было быть интересно и в Украине, но ничего такого не было. Вот с появлением российской власти пошли такие полицейские налеты на частных людей, на религиозные учебные заведения, в том числе малолетних детей до 13-15 лет ставят. Под автоматой и так далее. То есть пошло явное запугивание крымских татар на нашей территории. Но упирается это в то, что Россия принципиально не хочет признавать крымских татар народом, а какие только слова не выбирает община, граждане и так далее, навязывая нам, в том числе крымским татарам, некую такую условную идентичность народ Крыма. Мы не народ Крыма, мы крымсатарский народ. Но вот это все вы не смогли сказать, видимо, очно. Надир, вы очень коротко, если вам не сложно, сейчас как-то вот расследование похищения вашего паспорта продвинулось или пока нет? Может быть, найден этот грузовик, микроавтобус, который... Не думаю, не думаю, и я так подозреваю, что... Ну, не то, что подозреваю, а предполагаю, что полиция, в общем, не сделала ничего для того, чтобы найти. Потому что первое сообщение было по телефону, я им позвонил, сказал, сообщение о преступлении, на такой звонок должна быть соответствующая реакция. Первое, что я сделал, ну, назвав себя и так далее, и описал предметы автомобиля. Это был темно-синий Volkswagen, микроавтобус, транспортер, без номеров. Без номеров. Спасибо. Простите, пожалуйста, заканчивается время. Надир Бекиров, президент организации фонд исследований поддержки коренных народов Крыма, рассказал о том, как лишился паспорт и не попал в Вашингтон. Будем следить и мы за развитием.